Здравствуйте! Четверг, 10 июня, и вы смотрите программу «Взгляд из Венсплесса. События, люди, мнения» в студии Рита Болотская. Из нашего сегодняшнего выпуска вы узнаете о том, как продвигается процесс реновации венсплесских жилых домов, какие дома в работе сейчас, а какие ждут своей очереди. Также узнаете о глобальных изменениях в Приморском музее под открытым небом. И не только об этом. Но начнем с невеселых новостей, касающихся футбольного клуба «Венсплесс». Футбольный клуб «Венсплесс» – один из самых титулованных клубов страны, исключен из еврокубковых турниров на семь следующих сезонов. Такое решение принял Дисциплинарный комитет Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Наказания были введены после проведенного под надзором УЕФА расследования признаков воздействия на результаты матчей в ряде международных игр в 2018-2019 и 2019-2020 годах. Санкции также введены против двух связанных с клубом «Венсплесс» должностных лиц – администратора клуба Николая Дякина и председателя правления Адлана Шишханова. Оба обвинены в мошенничестве, коррупции и нарушении принципов «честной игры». Дякин получил четырехлетнюю дисквалификацию. Шишханов, который еще в 2020 году попал в черный список МИДа Латвии и был объявлен нежелательной персоной в стране, отлучен от любой футбольной деятельности пожизненно. Союз Европейских футбольных ассоциаций намерен обратиться в Международную федерацию футбола, чтобы та продублировала наказание и оно действовало по всему миру. Не остался безнаказанным и российский арбитр Сергей Лапочкин. В 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча в «Энсплесс-Бордо» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы. Лапочкин дисквалифицирован на 10 лет. В красивом городе жить приятно. А в «Энсплесс» несомненно красив. Причем по-хозяйски радостно видеть, когда реновируются дома периода советской постройки. Однообразные, в буквальном смысле серенькие, сделанные из серого кирпича, самые обычные строения вдруг превращаются в конфетки. Меняется не только внешний вид. Проводится ремонт и утепление. У нас в городе таких домов больше 40. Как вспомнил в беседе с нами руководитель в «Энсплесс-Бордо» Валдис Лессинж, с 2009 года по 2015 был настоящий бум реновации подобных домов. Потом желающих реновироваться стало меньше, но потихоньку процесс все же продвигается. Так в нынешнем году обретут достойный красивый вид шесть домов. Три из них уже в строительных лесах. Это первые дома, с которых мы начинаем строительные работы. Вот это два самых первых. Сан-Кан-Муйжас-Дамбис 11 и 17. Адрес третьего дома Звайкжню 5А. Подготовка документов была очень долгой. Заявку на реализацию проектов мы в сотрудничестве с государственным учреждением «Алтум» подали в июне 2018 года. А сейчас 2021 год. Тоже июнь. Правда, где-то месяц мы уже здесь работаем. Приступили, наконец, к строительству. Начали утепление. Государственный финансовый институт развития «Алтум» фактически посредник между самоуправлениями и Европейским фондом регионального развития, который оплачивает половину сумм, необходимых для реновации домов. Другую половину платят сами жители. О каких суммах идет речь? К примеру, преображение трехэтажного дома Насар-Канмуйжас-Дамбис 11 стоит 174 тысячи евро. Насар-Канмуйжас-Дамбис 17 – 168 тысяч 650 евро. На Звайкжню 5А – тоже трехэтажный дом – 171 тысяча 435 евро. Здесь, как мы видим, стоят специальные строительные конструкции. Идет утепление дома. Утепляем чердак, стены, подвал. Будет заменена крыша, обновлена отопительная система. В каждой квартире жильцы смогут самостоятельно регулировать расход теплоэнергии. По плану работы здесь должны идти семь месяцев. К отопительному сезону нам надо сдать дом. Но, по-видимому, к сентябрю управимся. Сдадим. Следующие дома, в которых до конца текущего года пройдет реновация, находятся в Парвенте по адресам Риндас 40, Таргалес 69 и Страденя 11. Мы спросили Валдиса Лесеньша, отчего в городе нет прежнего массового интереса к реновации, ведь дома, которым она требуется, явно есть. Объяснение простое. Суммы значительно выросли. Во-первых, подорожали стройматериалы. Во-вторых, Евросоюз поднял планку, увеличил требования к проводимым строительным работам, и они закономерно тоже подорожали. В результате жильцы многих домов отказываются от реновации, потому что оплатить свои 50% просто не могут. Да, потом расходы окупятся, ведь будет большая экономия тепловой энергии. Но произойдет это не сразу, а возможности у всех разные. Тем не менее, в планах на 2022 год реновация еще 8 домов. Будем сообщать вам, как продвигается процесс. Надеемся, в обозримом будущем COVID отступит окончательно, и жизнь вернется в прежнее русло. Тогда всех нас ждут интереснейшие спортивные мероприятия. Всех, потому что проекты, о которых мы поговорили с Дайной Пайполой, руководителем управления спорта Венспилской гордумы, предполагают вовлечение всех венспилсчан. От детсадовского возраста до пенсионерского. Итак, в конце мая городская дума постановила выделить 18 тысяч евро для поддержки 35 спортивных проектов. Они будут реализовываться на условиях софинансирования. Собственно, работа привычная, она ведется из года в год. И есть люди, организации, которые подают заявки постоянно. К примеру, Венспилский теннисный клуб. Или Венспилский клуб керлинга. Или общество Венспилская олимпийская надежда. Все они получили в этом году поддержку на несколько своих проектов. Преимущественно на проведение соревнований для детей и подростков. Но это те проекты, которые уже стали для Венспилса традиционными. А не появилось ли в заявках что-то новое? Да, новые проекты есть. Это плавание. Будет проведен в Венспилский открытый чемпионат по плаванию среди молодежи. Причем участвовать смогут не только жители нашего города. Затем футболисты выступили с заявкой провести городской чемпионат по футболу. И мы поддержали эту инициативу. Кроме того, ожидается проведение городских соревнований для взрослых любителей тенниса. Плюс городской чемпионат по стрельбе из лука для всех желающих. Таким образом, венспилщане смогут поучаствовать в соревнованиях по тому виду спорта, который им близок. Естественно, мы спросили про те проекты, которые были утверждены на прошлый год. Удалось ли провести хоть что-то? В прошедшем году из-за особой ситуации в стране, во всем мире, конечно, было трудно что-то реализовать. Но все же кое-что сделали. Я говорю о тех проектах, которые проводились на свежем воздухе. Остальное пришлось отложить. И очень приятно, что люди снова подали заявки на проведение отмененных мероприятий, чтобы постараться провести их уже в этом году. Как уточнила Дайна, поддержанные проекты будут реализовываться вплоть до весны 2022 года. В плане финансов поддержка разная – от 200 до 1000 евро. Что очень важно. Среди проектов есть два, предназначенных для людей с особыми потребностями. Они предложены Латвийской Федерации по спортивному ориентированию и связаны с этим видом спорта. Летом очень важно занять чем-то детей школьного возраста, чем-то интересным и полезным. Во-первых, чтобы не скучали. Во-вторых, чтобы не сидели дома одни, без родительского глаза. Как всегда, свою помощь в организации детского летнего отдыха Венспилсчанам предлагает наш Дом творчества. Будут организованы два городских лагеря. Первый под названием «Откроем двери города» начнет работу 7 июля, а закончит 22. Записываться в этот лагерь можно с 16 июня. Предполагаются несколько групп. Детей будут принимать Дом творчества, Центральная начальная школа, Четвертая средняя и Третья средняя школы. При подаче заявлений родители смогут указать, куда им было бы удобней определить ребенка. Только нужно учитывать ограниченное количество мест. Второй лагерь под названием «Двор творческих мастерских» будет работать с 5 по 20 августа. Запись в него начнется 22 июля. Записываться можно как через интернет, выйдя на домашнюю страницу Дома творчества, так и по телефону, набрав номер 636-22-805. В Приморском музее под открытым небом завершилось строительство Дома лодок. Это очень важное событие, потому что теперь у 21 отреставрированной лодки есть защита от непогоды. А кроме того и лодки, и рыболовецкие снасти теперь находятся вместе под одной крышей. Такая коллекция экспонатов уникальна. И дом лодок по-своему тоже уникален. Сотрудники музея долго добивались возведения этого большого, красивого навеса. Замысел построить такой дом появился не потому, что нам так хотелось, а потому что это было просто очевидной необходимостью. Эти лодки не просто предметы. Это коллекция национального музея, который мы, сотрудники музея, должны обеспечить сохранность. Прежде лодки находились под временным навесом. Но, как все мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Как говорят строители, на Дома лодок пошло 6 километров древесины. Было проведено 5 закупочных конкурсов. Интересный объект, нестандартный объект, скажем так. Каждое решение в нем нестандартное. Нужные детали для него просто так в магазине не купить. Обращались к мастерам, чтобы специально готовили. Мы очень пополнили наше портфолио благодаря этому объекту. Масштабный объект. Одним из самых сложных моментов было приобретение подходящих стройматериалов. Размеры большие, высота большая. В таких обстоятельствах подходящий стройматериал редкость. Материалы, из которых построен Дом лодок, наши, латвийские. В процессе реализации проекта существенных изменений не было. Заказчик изначально четко объяснил, чего хочет и ждет. Одним из требований было эстетическое соответствие Дома лодок пейзажу Приморского музея. Очень важный аспект – работа с архитектором. Архитектор Ия Рудзите, которая уважительно относится к среде Приморского музея, тщательно выбирала подходящий строительный материал. Как мы видим, выбор пал на сосну. Экспозицию Дома лодок можно осмотреть сверху. Есть и встроенное освещение. Сейчас ответственный момент для работников музея – открытие нового объекта. Продолжаем оформлять документы. Совсем скоро сдадим Дом лодок в эксплуатацию, и тогда пригласим всех жителей города и гостей посетить эту, я могу смело сказать, уникальную экспозицию в нашем музее под открытым небом. Построить Дом лодок удалось благодаря нескольким источникам финансирования, но это лишь первый шаг в изменениях, которые должны произойти в Приморском музее. Ожидается, что вскоре будет перестроено и здание администрации музея. На этом у нас сегодня все новости, но прежде чем попрощаться, хотим напомнить. Открылись для посещений выставочные залы и музеи, а это значит, что замечательную выставку венспласских художников в театральном доме Юросварты можно посетить лично. Выставка открыта до 13 июня, и замок Ливонского ордена с шестью экспозициями тоже открыт. Возьмите это на заметку. До встречи в пятницу в привычное время на канале РТВ.